В эфире новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Займемся строительством. Что бы то ни стало, это очень важный объект. Не просто ЗАГС, а дворец бракосочетаний. По поручению главы муниципалитета архитекторы подготовили три проекта нового здания. Все эти 72 объекта – это гостиницы, которые просто налогово заявлены на ПКЖС. Налоговые каникулы. Депутаты муниципального совета сегодня приняли решение снизить ставки по налогу на имущество физических лиц. Этот предмет сохранился идеально. Он вырезан из камня серпентинита. Навершие булавы, сделанное 4000 лет назад, в Анапский археологический музей Горгипе передали ценный экспонат. И начнем с главного. Завтра президент России проведет в Анапе заключительное в этом году совещание по военной тематике. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства. Оно пройдет в этот четверг в военном инновационном технополисе ЭРА. Владимир Путин два раза в год, весной и осенью, проводит серии военных совещаний. Ноябрьская сессия началась 19 ноября в Сочи. В этот четверг она продолжится на территории нового технополиса в нашем городе. Напомним, план его создания министр обороны России Сергей Шойгу презентовал в Кремле в начале лета. Он это сделал только в начале лета и буквально меньше, чем за полгода. Они там уже построили и уже запустили его. Это достаточно уникальный объект, который завтра президент посмотрит, отметил Песков. И к другим темам. Депутаты муниципального совета сегодня приняли решение снизить ставки по налогу на имущество физических лиц. Это связано с тем, что кадастровая стоимость, от которой сегодня рассчитывается платеж, резко выросла, в отдельных случаях, в десятки раз. В подробностях разбиралась наша съемочная группа. Это можно считать налоговыми каникулами. Выросла кадастровая стоимость объектов, ставка по налогу на имущество, процент от нее. До сегодняшнего дня в муниципалитете она равнялась двум процентам. Решено, что в этом году ставка составит 0,75% пункта с постепенным повышением до прежнего значения к 2020 году. Тем, кому уже пришли уведомления налог, пересчитают по новым значениям. Глава курорта Юрий Поляков поблагодарил депутатов за взвешенное решение. Вы сами не заинтересованы в том, чтобы, допустим, грубо говоря, подводить наших предпринимателей, которые работают. Проблема одна единственная в кадастровой стоимости. Но, к великому сожалению, у нас нет полномочий ни у вас, ни у нас менять эту ставку о кадастровую стоимость. Ставки для населения будут уже неизменными. Для владельцев жилых домов действовала единая ставка 0,1%. Ее сохранили для тех, чью недвижимость оценили в промежутке от 5 до 10 миллионов рублей. У кого кадастровая стоимость ниже 5 миллионов, ставку снизили до 0,08%. Для самых дорогих объектов теперь действует максимальная ставка 0,3%. Категория свыше 50 миллионов, у нас по ней 72 объекта. Мы промониторили их все. Все эти 72 объекта – это гостиницы, которые просто в налоговой заявленной КПЖС. Гостиницы совершенно официальные, с выписками, консьержами и всеми остальными атрибутами. И, наверное, не совсем справедливо, что гостиницы, которые официальные минуты гостиницы платят по ставке 0,5%, они по ставке 0,1%. И у частных лиц, и у бизнеса есть возможность оспаривать утвержденную кадастровую стоимость. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе должен быть не просто ЗАГС, а именно дворец бракосочетаний. Это принципиальная позиция главы курорта, которую он озвучил на заседании специальной рабочей группы. На ней представили сразу три проекта нового дворца бракосочетаний. Юрий Поляков поручил городским службам работать максимально оперативно и в тесном взаимодействии. Новый ЗАГС городу необходим сразу по нескольким ключевым причинам. Подробнее в материале наших корреспондентов. Классический консервативный стиль, а также модерн. Главе муниципалитета представляют на выбор сразу три эскизных проекта дворца бракосочетаний. Юрий Поляков подчеркивает, должно быть два церемониальных зала, так как Анапа растет и развивается. Растет и число молодых пар, которые стремятся оформить брачные узы. Город курорт Анапа, город воинской славы. Мы не можем рассматривать ЗАГС для нашей молодежи, для будущих семей, которые будут находиться в каких-то пристроенных помещениях. Нам хочет оказать помощь депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко в строительстве этого ЗАГСа. Займемся строительством. Что бы то ни стало, это очень важный объект, который должен быть в нашем городе дворец бракосочетаний. Сегодня ЗАГС находится на втором этаже здания на улице Объездной. Как поясняют его сотрудники, с этим связаны ряд неудобств. Соседство с различными магазинами не добавляет в момент торжественности. Парковка не приспособлена для приема свадебных кортежей. Ждем. Ждем. Хотелось бы территорию красивую, с лавочками, со скамеечками, куда люди могли бы и после регистрации брака выйти, присесть, сфотографироваться красиво, потому что у нас условий здесь, сами видите, нет никаких. Плюс те люди, которые вышли, допустим, после приема в обеденный перерыв, тоже им необходимо выйти и в обеденный перерыв переждать где-то. Здесь будет здание нового дворца бракосочетаний. Предусмотрены места под большую стоянку для автомобилей, а также зоны отдыха. Буквально в двух шагах сразу несколько достопримечательностей. Набережная, Ореховая роща. Там можно сделать первые свадебные фото. Уже в ближайшее время на участок выйдут специалисты, чтобы готовить его к началу строительных работ. Тем временем анапчане смогут выбрать один из трех проектов. Голосование будет проводиться в социальных сетях, а также на официальном сайте города-курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапский археологический музей передали ценный экспонат, датируемый вторым тысячелетием до нашей эры. Навершие булавы, сделанные из прочного камня серпентинита, известного в народе как змеевик, идеально сохранилось. Теперь элемент оружия пополнил фонд Гаргипия. Специалисты продолжают изучать экспонат. Вскоре его смогут увидеть и анапчане. На первый взгляд кажется, что этот артефакт сделан с помощью современных технологий. На самом деле, навершию от булавы около четырех тысяч лет. Он был найден при раскопках в кургане Могила Хуторятская два года назад. Не так давно экспонат передали Анапскому музею. Навершие принадлежит к культуре раннего бронзового века и имеет прямое отношение к катакомбам. В открытой археологами катакомбе покоились два человека, два подростка. И они были обращены лицом друг к другу. Помимо этой булавы, рядом с ними были найдены бронзовые костяные бусы, также острогал с просверленным отверстием. И по всем этим предметам, по этому погребальному инвентарю, можно судить о том, что в этой катакомбе были похоронены представители знати, представители знатного рода. Этот предмет сохранился идеально. Он вырезан из камня серпентинита. Иногда называют этот камень змеевик. В центре просверлено сквозное отверстие для того, чтобы это навершие надевать на деревянную рукоять. Сейчас научные сотрудники продолжают изучение навершия. Совсем скоро экспонат смогут увидеть жителей и гости города-курорта. В музее Горгипия есть целый стенд, посвященный культуре бронзовой эпохи. Это элементы орудий труда, античные булавки, инструменты и древние идолы. Археологический музей продолжает проводить экскурсии и приглашает посетителей не только в курортный сезон, но и в зимнее время. В Горгипии подготовили ряд мероприятий, посвященных известным людям и всероссийским праздникам. Вся наша страна в России последнее воскресенье отмечается День Матери. И мы подготовили цикл мероприятий, посвященных этому событию. В преддверии Дня Матери 23 ноября на набережной 4 в археологическом заповеднике Горгипия состоится такая тематическая лекция, которая называется «Материнство не виновата, но ответственно». Здесь заслуженный работник культуры Зоя Николаевна Лемякина расскажет о судьбе матери Марии, нашей землячки, известной Елизаветы Юрьевны Кузьминой Караваевой. В эту субботу в музее состоится семейный мастер-класс «Нескучный музей». Профессиональная художница научит гостей создавать эксклюзивные открытки в технике флоротипии. Никита Бойко, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа-регион. Сегодня во всем мире отмечается День телевидения, который стал неотъемлемой частью жизни. Первый сигнал нашего канала появился на экранах жителей курорта в далеком 1991 году. За это время сменилось не одно поколение зрителей, но одно остается неизменным. А на общении хотят знать о событиях города, о самой оперативной, актуальной, достоверной и полезной информации все эти годы в программе новостей и других проектах нашей телерадиокомпании. В настоящее время Анапа-регион – это единственный городской телеканал, который выпускает ежедневную новостную программу в течение всей рабочей недели. ТРК размещает свой информационный продукт в эфире сетевого партнера, популярного канала РЕН в 19 часов с повторами в 7 утра и в 12.30. С августа 2016 года на 61-м канале НТВ+. Наши новости может увидеть вся страна. Наша телекомпания – это команда единомышленников. Ежедневно журналисты готовят материалы по различным социально значимым темам. Политика, экономика, культура и спорт, образование, туризм. Но каждый материал в эфире, каждый проект – это в первую очередь сами анапчане, которые создают историю нашего города. Телерадиокомпания предлагает и услуги по производству и размещению рекламы на телевидении, радио, в интернете и продвижению товаров и услуг на рынке Краснодарского края и России. Самое актуальное предложение для вашего бизнеса можно узнать по телефону отдела продаж 27 207. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин